Молдова остается одним из европейских лидеров по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. На них в прошлом году пришлось 53% летальных исходов. Да, это на 3% меньше, чем в 2020. Однако врачи не исключают, что из-за пандемии данный показатель может вырасти. Исследователи выяснили, что COVID-19 повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они могут возникнуть и спустя год после заражения. Когда я обратился в институт кардиологии, давление было от 220 на 120. Не мог заниматься тяжелой работой. Сразу поднималось давление. 56-летнему Валентину Чеботарю поставили диагноз «артериальная гипертензия» два года назад. С тех пор его шесть раз госпитализировали в столичный институт кардиологии. После минимального физического усилия внезапно начинала болеть голова. Принимал таблетки, но они вообще не помогали. Давление не падало. В прошлом году от сердечно-сосудистых заболеваний скончались более 24 тысяч жителей Молдовы, среди которых преобладали женщины. Мужчин среди умерших от такого рода заболеваний было на 10% меньше. Женщины более предрасположены к проблемам с сердцем и сосудами. Зачастую они возникают на фоне повышенного давления. Высокое артериальное давление очень опасно, если его не держать под контролем. Оно может вызвать инсульт, ишемическую кардиомиопатию с острым инфарктом миокарда, расслоение аорты, сердечную, почечную недостаточность. То есть гипертония поражает ряд органов – сердце, головной мозг, почки и сосудистую систему в целом. Гипертония требует лечения на протяжении всей жизни. Чтобы давление было в норме, врачи рекомендуют питаться здоровой пищей, заниматься спортом и исключать курение. Смертность в Молдове в значительной степени обусловлена и онкологическими заболеваниями. В прошлом году они стали причиной смерти 5725 человек. Наиболее распространенными являются рак молочной железы, кожи, щитовидной железы и шейки матки. Специалисты отмечают, что среди пациентов с онкологией кожи стали преобладать горожане. И это при том, что они чаще пользуются социозащитным кремом, чем сельчане. Городские жители посещают различные СПА-процедуры, сауну, солярий, косметолога, учитывая тот факт, что у нас нет ни одного человека без родинок, без дерматофиброма. В результате массажа, пилинга, похода в сауну возникают раздражения, что провоцирует возникновение рака кожи. В целях профилактики рака кожи врачи рекомендуют внимательно следить за состоянием родинок и избегать пребывания на солнце. По данным Национального бюро статистики, в прошлом году по сравнению с 2020 смертность в нашей стране выросла на 11%.